Ольга Валерьевна, какова оперативная ситуация на сегодня в республике? Добрый день, уважаемые жители республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Якутии остается напряженной. За сутки на 8 августа выявлено 57 новых случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе в городе Якутске 44 случая. Что касается случаев, которые выявлены в городе Якутске, мы обращаем внимание на то, что, конечно же, стали появляться большее количество случаев корпоративных. И сегодня необходимо все-таки усилить непосредственно саму дисциплину в наших учреждениях. И поэтому дальше продолжать работу, направленную на определенного рода позиции, того, что часть работников должна работать на удаленном режиме, а тем, кто работает на неудаленном режиме, должны соблюдаться все санитарные правила. Да, к сожалению, нам приходится немного менять формат нашей жизни после рабочего времени. Но непосредственно цифры сегодня по городу Якутску показывают о том, что необходимо меры принимать. А, к сожалению, у нас увеличилось количество случаев на Хангаласском улусе, 4 случая. И я уже обращала внимание, что эти случаи, они в своем роде связаны уже с острыми респираторными заболеваниями. Также по два случая у нас зарегистрировано в Сунтарском улусе. В настоящий момент имеет, в общем-то, достаточно такой серьезный семейный, значит, семейная вспышка, которая сегодня и лечится как врачами Сунтары, так и, значит, города Якутска. Соответственно, медицинская помощь оказана. По одному случаю зарегистрировано в Верхоянском, Вилюйском, Олегминском, Татинском, Нюрингринском и Устьянском районах. За прошедшие сутки зарегистрировано два летальных случая. Мы также продолжаем оказывать тестирование населения. И проведено тестов, две с половиной тысячи тестов в целом по территории республики Саха и Кутя. Я в эти дни находилась непосредственно на юге республики. Проводила совместные оперативные штабы республиканских и районных штабов Алданских и Нюрингринских. На что бы хотела обратить внимание на две базовые позиции. Сегодня для нас, для всех, является серьезным вопросом приезд и возвращение наших земляков с отпуска. Это, конечно же, здесь особенно характерно, когда в отпуска уехали и увезли детей, и теперь пойдет возврат к первому сентября. Поэтому для этого необходим комплекс мер, согласованный с УЛУСами и с районами республики, для того, чтобы нам не допустить вспышек и заболеваний наших учебных заведений. Кроме того, обсудили с коллегами районными, каким образом нужно начинать наш учебный год, потому что, безусловно, дети должны получать образование качественное. Это было и остается приоритетом республики. Я хочу обратить внимание на то, что 2020 год стал для нас годом такого определенного шока, в том числе и для образования. Тем не менее, и ГЭБ было проведено, и дети закончили дистанционно. Теперь нужно войти в 1 сентября. Минпросвещение России предлагает вводить определенного рода тесты по восполнению знаний. Но мы, со своей стороны, прежде всего, конечно, хотим проводить профилактические осмотры, диспансеризацию и вакцинацию детей, которые приехали, для того, чтобы все-таки дети у нас были здоровыми при непосредственном учебном процессе. Ну и вообще, чтобы дети были здоровы. И последний момент, на который я здесь хотела бы обратить особое внимание, это подготовка медицинских кадров. Та ситуация, которая нас беспокоила по Неренгринскому УЛУСу, она, прежде всего, связана с недостаточностью кадрового потенциала. Поэтому я провела ряд рабочих встреч с руководителями и медицинских учреждений, и, соответственно, учреждений, готовящих медицинские кадры. Сегодня нужно сказать, что по Алданскому медицинскому колледжу принято решение совместной подготовки специалистов-медиков для Арктики. Заключено соглашение, по которому непосредственно в Алданском медучилище впервые будут обучаться централизованно по заказу 12 медиков для арктической группы УЛУСов, для Нижней Колымы. Значит, ну и кроме того, значит, открываются новые отделения как в Неренгринском, так и в Алданских медицинских колледжах. И сегодня мы решаем вопрос по восполнению участкового звена как в Алдане, так и непосредственно в Неренгре. И я хочу обратить внимание, что я приглашаю медиков, которые готовы сегодня, значит, приехать на юг Якутии. Есть рабочие места и есть соответствующие условия. Спасибо, Ольга Валерьевна.